И фотограф Дэйв Примов, его вы, кстати, могли видеть в сюжете Михаила Богданова. Ребят, прежде всего, конечно, вопрос, как вы, как состояние, были ли вы с кем-то, все ли живы-здоровы ваши друзья? У нас было 9 человек, целая компания, и получается, мы были в партере, это где-то третий ряд, 75-е, 76-е место. И просто я увидела, что все сбегают вниз, ну и крики. А вообще изначально была такая легкая дымка, и я еще сижу и говорю окружающим своим, думаю, может быть, вот что-то не так. Ну, вообще странно, почему дымка эта присутствует. Но я скажу, что легкая дымка могла быть вот дымом, который запускают для света в специальном зале. Я тоже именно по этой причине подумала, ну, думаю, все хорошо, все нормально. И потом начало самого, соответственно, не произошло. Все начали бежать вот где-то с балконов вниз, и началась такая неплохая давка. Скажите, вот такое уточнение важно, потому что я нигде не встречала бы. То есть концерт еще не начался? Нет. То есть артисты не вышли на сцену? Нет, мы не видели ни одного артиста, не было никакой подготовительной программы, никто не выходил на сцену, не выступал, ничего не оглашал. Дэйв, вы где сидели в зале? Я находился на балконе в задней части, самая крайняя часть зала. То есть нам досталась именно эвакуация самих себя в самой отдаленной верхней части зала. Началось все буквально минут 5-7 было до начала концерта. Уже даже когда начались вот эти какие-то выстрелы, первая эмоция была, что это фейерверк или салют, что-то такое. Я вас перерву на секунду. То есть вы начали снимать именно в этот момент, когда вы еще не поняли, что происходит? Или в тот момент, когда вы осознали, что это выстрелы из реального оружия? Я начал снимать вот видео, когда, в тот момент, когда я уже понял, что это выстрелы. Давайте посмотрим это видео. Это вы пытались успокоить людей вокруг? Да, у нас так получилось, что когда началась перестрелка, когда услышали люди автоматную очередь, начали просто бежать и сбивать друг друга с ног. Так как выход есть внизу и наверху, и люди не могли определиться, куда бежать, наверх или вниз. Одни кричали одно, другие другое, сталкивались между собой. Кто-то падал, кто-то наступал на кого-то. И в этот момент хорошо, что нашлось несколько человек. Вот я еще, какие-то были люди, которые не криками, а просто громкими, утверждающими фразами пытались координировать людей, что нужно успокоиться, как-то встать на коленки гуськом, ползком, идти наверх, к выходу. Как вам кажется, вот эти действия некоторых зрителей наверняка спасли много жизни, потому что мы видим на видеокадрах, что люди попадали за кресло, и таким образом они выпали из мишени вот этих ублюдков, которые стреляли из автомата. Вообще, на самом деле, все очень спокойно. Было криков не очень много. Видимо, народ вообще не понимал, что происходит. Были какие-то глухие такие звуки. А потом просто поднимаешь голову наверх, и бежит народ, и что-то слегка выкрикивает. Естественно, Игорь, молодой человек, с кем я была, он меня сразу вниз, и сверху меня лег, получается. И то есть мы уже внизу, прям под самими сиденьями, он меня двигал именно под это сиденье. И вот только потом, когда уже, получается, за спиной, я не видела никого. То есть меня просто в пол, скажем так, это давка, опять же, кто-то на меня там наступил. И вот мы в итоге оказались, скажем так, под креслами, а потом уже сзади начинается огонь, и они были... Огонь, это загорелись кресла в зале, да, от зажигательных смесей? Я не видела, я лицом в пол лежала, но Игорь увидел людей сзади, получается, с автоматами, и уже просто меня начал пихать, чтобы я дальше проползала. Вы в результате вышли из зала через какие выходы? Не знаете, не помните? Ужасно, нет, я все помню. Сначала он меня протолкнул под сиденье, получается, потом я вылезла, он меня назад оттягивал сам, и мы уже понимаем, что они сзади буквально пять рядов, то есть буквально пять рядов, и что-то полыхает. И дальше мы уже, он говорит, нужно обязательно бежать к сцене. Лера, слушай меня, нужно обязательно бежать к сцене. Я просто собралась и побежала к сцене. Единственное, что я безумно боялась, то, что нас могут с этой сценой снять, потому что мы в полный рост встаем, чтобы перепрыгнуть, скажем так, вот этот пьедестал. И он меня, получается, сзади подпихивал на эту сцену, и мы уже выбегали на выход на улицу. А почему к сцене? Вот была информация, вы сейчас ее либо подтвердите, либо опровергните, что нападавшие были и снизу, то есть со стороны сцены стреляли, и сверху, со стороны балкона. Вы знаете, только сзади, только сзади. Я не видела никого сбоку, я просто вспоминаю тот момент, когда я на сцену залезала, получается, выстрел летел прямо в сцену, рикошет, получается, какой-то. Я так понимаю, что вы пришли в себя и включили камеру, только когда уже выбежали на парковку. Это когда я бежала уже на парковку за своей машиной. Покажите нам эти кадры, покажите нам эти кадры. Короче, там стреляют, мы просто выбежали, мы просто выбежали, ползком. Вы говорите, что на балконе нападавших не было. На балконе не было нападавших, и в тот момент, когда уже выстрелы были настолько громкие, все ложились на пол, и в этот момент я посмотрел в сторону сцены, увидев там автоматную очередь, именно вот эту линию огня. И по линии огня я пытался определить, откуда идет опасность, откуда ждать опасность. Увидел человека с автоматом, который был в коричневом, это то ли бронежилет, то ли что-то, какая-то спецформа. Потом я увидел второго человека с автоматом. А лица закрыты у них были? Было слишком далеко с балкона, невозможно было определить. Они были примерно в районе сцены, где первые ряды. И я видел то, что они начали стрелять просто в толпу, не в потолок, не куда-то в воздух. Это были выстрелы прямо в толпу, в людей. Они что-то выкрикивали? Это важная форма. Невозможно было услышать, потому что здесь просто люди говорили, кто-то кричал. Особенно крики были в моменты выстрела. Когда были выстрелы, все начинали пищать, орать, поэтому невозможно было что-то расслышать. И мы пытались выбраться наверх. Но я понимал, что мы не знаем, что за той дверью наверху, потому что мы не знаем, сколько их, 5, 10, 50 человек. Мы на свой страх и риск поднимались по этой лестнице. Далее, когда мы вышли на самый верх крокуса, нам нужно было спуститься каким-то образом вниз. Мы понимаем, что внизу вся опасность. То есть оттуда пришли выстрелы, оттуда пришли вооруженные люди. Мы начали большой толпой бегать, искать технические помещения, какие-то подсобки, темно. Мы видели по дороге охранника, который стоял абсолютно без каких-то эмоций и ничего не говорил. В итоге, если перемотать вот эту всю пленку, то мы смогли выломать, с каким-то количеством ребят выломать дверь через какое-то время, благодаря которой мы смогли уже попасть на лестницу и выбежать на улицу. Выбежать на улицу. Ребят, я, конечно, не знаю, как подобрать слова. Я желаю вам поскорее забыть эти все страшные минуты и часы. Очень страшно. Я, наверное, поспала от силы часа три, и ты просыпаешься с чувством тревоги. Вчера получается так, что нас, так как нас было 9 человек, всех в машину я запихала. То есть все живы и здоровы. Все живы и здоровы, да. И мы поехали, я сама их везла. У меня единственная соболезнованная родственникам тех людей, для которых это был последний день, кто не вернулся вчера домой. Это правда. Спасибо вам огромное. Держитесь, ребят, спасибо. Это были Валерия и Дэйв, которые вчера оказались в Крокус-Сити-Холле во время теракта.